сегодня у нас 3 августа 2015 года поселок потеряевка вот тут ласточки у нас возле пруда какие красавицы сидят какое-то у них совещание чистят свои перышки вот они красавицы какие вот ним дальше он здесь от наш огорочек детского про основного я стану смотрим вот там иначе нас уже трудится пути лица своего тут ямочки этого рубашки купаются вот наши арбузики лучок уже начался уже поспел лук он стал его выкапывать хороший в этом году урок вырос пришел еще возили матрасы наверно да с лагеря сворачивал все вчера у нас благополучно отправили мы казахстанских приехали за роботами андрей глухонемой забрали мы сегодня трое я в деревне не двое ночью интересно лук растет как кончики только сам вес наверху я много на курсов пьем это жидкость пью тёртый но наверно поэтому так и потею снимать то надо меня кто я тут сбоку припек а не садил не поливал вот сейчас думаю вчера повестили на что у нас в городе колонка в колонке как берем и вдруг говорят колонки закрыты как закрыты это невероятно даже в войну не закрывали это никто не закрывал но только водоем упортили враги а как же жить а счетчики ну счетчики сколько там средне то возьмите и на настолько хотя мы столько не тратим я ни ванны нету два ведра принес если два дня все нет воды то никакой а это вот чтобы покупали счетчики то есть это называется лоббирование интересов вот он счетчики выпускает электрические у нас совершенно нормальные счетчики убирай время кончилось как время кончилось когда всегда была в колхоза машина чем дольше работает тем похвальнее трактористу шоферу что он работал машину сохранил а здесь это в укор ставится все вывернуто вот она иногда луковица не вылазит я ножом а нож гнется вот и теперь счетчики все эти поменяли новое тут нормальный совершенно счетчик считал и государство никаких претензий не имело но вот они решили убрать ну как норму жизни установили человеку 50 лет и хочешь не хочешь помирай все срок жизни кончился еще пенсии то зачем платить на свалку стариков это вот везде такое пренебрежительное отношение старине только вот если раритет своровать иконы дорогие тут еще они оценят а так не и вот представь колонка мы брали а сейчас нету но сейчас я приеду колонки нету кому идти ни с кем связи не имеем где воду брать а где хочешь бери я думаю сразу пойти прокуратуру губернатору и написать до президента такого безумия даже нет но каждый месяц высчитывали заводы все нормально родители и деды платили ну всегда было так где-то там высчитывали другом месте жкх а это закрыть то есть готовые сломать как вот разъезды закрыли сломали а люди на своих машинах теперь едут до разъезда не весь куда до следующей станции даже большая станция ребриха контейнер низа послать до барнаула то все все везде немцов постарался наконец получил свое это его все была идея все грабят и грабят все в израиль гонят уже всю страну 70 лет рабами пробыли опять перевернули все в один день сделали всех снова бедными ну успокойтесь хоть маленько остановиться не можем как говорил березовский чем больше имели тем больше это и бусинский говорил теперь стали соревноваться у кого сколько миллиардов за сколько времени он еще добавить то есть остановки никакой нету ну воду то воды то не лишает даже в тюрьме счетчик надо поставить вроде бы на улице я возьму там счетчик нельзя ну брали же до этого как-то средний бывает если счетчика нет электрического с розетки берут или как совсем не то отрубить тогда счетчика нет также не делается если бы я отказывался платить я плачу пошли колонки говорит нету но так ли нет я еще не ездил и не смотрел но если это есть это даже безуми нельзя назвать это явно дело что не гитлер не сталин не ленин не чингисхан этого никто не делал чтобы где живет войны нет в мирное время лишать воды своих подчиненных ну а как я сейчас приезжают мы двое жена учительница была минимальная пенсия минимальная 6 тысяч с добавками 500 там 7 рублей ну и как на покопать два метра сибири надо копать это под подводить это все за свой счет убийцы кровопивцы название одно убийцы и кровопивцы это святая библия так называют их всю жизнь брали налоги платили и вдруг показалось этого мало надо вообще лишить жизни колодец там копать не будешь но в городе какой колодец там все везде заражено она один на один везде сливы не там никак не сделаешь это дома здесь что они этим хотят добиться какой-то прибыток ну какой же прибыток там но это значит пролоберами проголосовали депутаты как то будешь голосовать тебе полмиллиона дадут а тот то потом не полмиллиона за счетчики а теперь на любую цену давай тут же понятно как чтобы брали эти счетчики ужас какой-то я во второй день уже батюшка вчера приехал рассказал там говорит послали лену еще не знаю не видел но если это так то ну это крах это ропот будет на власть перед богом власть это сметена будет а то разбойники в четыре или в шесть раз чем при сталине увеличился административный аппарат я вот приходил у полномоченный по религиозным культом раньше теперь там у полномоченный представитель президента один был и помощник до сейчас захожу 6 столов пройти между ними нельзя все получают из и совесть не мучает у меня 35 лет стажу на стройке работал три грыжи на нас от тяжести на позвоночнике то ничего не учитывать моя ли вина мне нигде не давали работать 6 часов на одной работе был выгнали трудовую в окно со второго этажа выкинули пошел отсюда баптист а я и баптистом даже не был ни одного дня его вдруг воды лишили тогда воды не лишали воды даже заключенных не лишают человек без воды не может жить я сейчас приду ну куда в обе брать нельзя далеко эти с кем-то знакомиться надо даже вообще вообразить не могу что дальше делать если воды нету ну поставьте счетчик проведите сами высчитайте за это ну когда то все равно рассчитайте еще не знаю только молюсь а господи чтобы не возроптать потому что ну бог знает высчитает когда вопль дойдет до слуха господа саваофа господь сметет всех до одного эту разбойную власть грабители судим назначают пенсии под 57 тысяч самые маленькие 57 тысяч в месяц лужков пошел 250 тысяч да какие же вы что у него там рот шире ворот что он по одному быку за обед съедает или куда ему деньги то четыре месяца миллион то есть полное безумие строят и говорят равноправие они на стройке не был как я не таскал в кирпичи шпалы не строил дороги железные шахтером не был власти не угодил недоверие президенту и поэтому дать ему хорошую пенсию то есть гои даже даже они не знают что еще сделать в конце концов воцарят антихриста только надо молиться чтобы еврейский народ был обращен к богу христа познали не хаббат познали поверили ползаю здесь собираю будущий урожай не грозит большим стать мой вот она где интересный лук растет между делом рассказал интересно как дальше люди думают и жить как и что эту власть защищать будет кому она нужна когда она не то что антинародная она антибожественная антивлато антивласть которая воду отбирает хлеба не дает все подбирают подбирают уже 60 кажется 6 рублей евро стоит 61 рубль подогнали доллар что хотят то новое рождаются банкиры еврейчики и мне тоже деньги надо как сделать вот сейчас сделан в долги лезут богу не молятся если бы молились имели страх перед богом вот плата удержанные вами вопиет к богу яков говорит вопиет золото вашей заржавела что вы будете когда посетит господь ничего не понимает совершенно корень всякого зла и сребролюбия вот сколько раз поливали сорняк лезет вот так это мерзость вся стране и везде я вообще говорил как то если люди познали бы бога жизнь то разве такая была бы на каждом шагу щеток и не начни ворует портят поджигают гадят это как бы арбузы маленько что то есть сороки вороны тебя со всех сторон жук колорадский грызет коммунисты фашисты все на того кто ничего вреда никому не делает а почему так чтобы щище сделать чтобы мы не привязывались я левой рукой работаю право у меня тут палец видно лопнула кость не дает пошевелить по славу божию смотри у тебя ну что есть да ну все пара подрезает я пойду эту грядку еще одну вот эту лопнула на мешке ползу